Теории цветоощущения сформировались после того, как стали общепринятыми идеи о трех базовых цветах. Здесь я приведу две теории, которые вместе объясняют процесс цветного зрения. Трехкомпонентная теория цветоощущения была предложена в разное время разными учеными. Здесь и Михаил Ломоносов, и Джордж Палмер, и Томас Юнг, и, наконец, Герман фон Гельмгольц. Именно Гельмгольц предложил теорию о трех пересекающихся диапазонах чувствительности. Его представления о спектральной чувствительности отдельных рецепторов были несколько не такими, как мы видели на полученных позже диаграммах, но это уже детали. Общая идея была сформулирована и пользуется ей по сей день. Эту трехкомпонентную теорию так и называют теорией Юнга-Гельмгольца. Юнг отличился тем, что экспериментально подтвердил волновую теорию света, которая в свою очередь подтвердила предположение Ньютона о том, что каждый цвет в спектре имеет уникальную физическую характеристику, частоту или длину волны, определяющую то ощущение цвета, которое дает нам наше зрение. Юнг логично предположил, что для получения практически бесконечного числа оттенков потребовалось бы не меньшее число специфически настроенных рецепторов. Такое вряд ли возможно, едва ли разумно. Очевидно, в действительности зрение обходится небольшим числом более универсальных датчиков. Поначалу он предположил, что это основные цвета художников, но позже поправился и предложил другую триаду, более похожую на современную аддитивную. Красный, зеленый и сине-фиолетовый. Потребовалось длительное время, практически до XX века, чтобы подтвердить, что аддитивный синтез цвета лучше всего выдается из красного, зеленого и сине-фиолетового, хотя к тому времени доказали, что спектральная чувствительность колбочек находится в желто-зеленой, зеленой и фиолетовой областях спектра. Говоря о трехкомпонентной теории, стоит вспомнить и понятие метамерии. Суть заключается в следующем. Если есть два отличающихся по спектральному составу источника, создающие ощущение одного и того же цвета, то это значит, что такие источники создают идентичное воздействие на соответствующие колбочки в сетчатке глаза. Это происходит при излучении, отражении, а также при искажении цветовосприятия наблюдателя. Какая нам от этого польза? А помните рассказ о лампочках? Что есть лампы полного спектра, есть лампы, где светятся люминофоры, там спектр неровный, есть светодиодные, там тоже все как-то непросто. Именно метамерия позволяет нам видеть свет одинакового оттенка, полученный разными способами. В общем, хорошая получилась теория цветоощущения, удобная. Одна беда, если вдуматься, она много чего не описывает. А если вспомнить, как мы сами думаем о цвете, то поймем, что она в первую очередь мало что описывает в нашем восприятии цвета. Представьте, вы подбираете, ну скажем, обои, а мебель у вас уже есть. Вот вы вроде нашелся подходящий вариант, но что-то вам не нравится. И как вы объясните, что именно не так? Вряд ли вы скажете, надо больше красного, меньше синего и вообще всех основных цветов побольше, а то темновато. Более вероятно, что вы опишите желаемое изменение оттенка, как надо бы посветлее и потеплее. А еще добавите, что слишком цвет бросается в глаза, ну да не такой насыщенный. Ну так, например. Это не все. Возьмите такой распространенный дефект зрения, как дальтонизм. Как объяснить его трехкомпонентной теорией? Допустим, человек путает красный и зеленый цвета. А что у него не так? Чтобы путать красный с зеленым, это же надо, чтобы перепутались L и M колбочки. Может быть, есть объяснение получше? Наконец, есть такая особенность зрения. Исключите цвет, останется черно-белая картинка. Мы часто такое встречаем, хотя черно-белые телевизоры и фотопленки вроде бы ушли в прошлое, но принтеры черно-белые еще остались. Конечно, цветное изображение информативнее, но как-то можно пережить отсутствие цвета в большинстве случаев. А теперь исключите яркость. Цвет можете оставить. Что останется? Ничего не останется, черный экран будет. Вот такая разница. Это не научно, зато наглядно показывает приоритеты. Цвет – это вспомогательная характеристика свет. Он менее критичен, чем свет сам по себе. Все это не могло остаться незамеченным учеными. Теория, которая описывает не процесс получения информации через органы зрения, а процесс ее восприятия, называется оппонентной теорией цвета ощущения Геринга. Выводы его теории такие. Есть пары цветов, которые дают нейтральный, то есть серый оттенок. В качестве таких оппонентных процессов выделяют пары красный-зеленый и синий-желтый. В технике такие цветовые каналы называются цветоразностными, и мы с ними будем часто встречаться. Также остается шкала яркости от черного до белого. Приложив эту теорию к цветовому кругу, получим вот такую картину. Это иллюстрация 1920 года. Круг разделен на секторы для иллюстрации пропорций, в которых смешаны компоненты. На самом деле он непрерывный. Подписи пропорции вы видите в левом нижнем секторе круга. Поначалу трехкомпонентную и оппонентную теории считали конкурирующими, но в конце концов пришли к такому выводу. Обе хороши, просто трехкомпонентная теория описывает работу глаза, а оппонентная то, каким образом информацию обрабатывает мозг. Вот к такой схеме мы подходим по итогам совмещения этих двух теорий. Учитывая, что колбочки воспринимают не такой уж красный цвет, а желтые в явном виде они вообще не воспринимают, схема оказывается весьма мудреной. Конечно, человеческий глаз и тем более человеческий мозг это сложные и далеко не до конца изученные природные устройства. Нам же предстоит изучать искусственные модели и устройства и принципы их действия. Это существенно облегчает задачу. Из всего этого важно запомнить, что при всех тонкостях распределения спектральной чувствительности SM и L колбочек основными цветами являются все-таки красный, зеленый и синий. Это еще Young доказал. В технике тоже используется аддитивная трехкомпонентная модель светосинтеза и цветоразностная оппонентная модель. Про них поговорим в следующем уроке, когда мы перейдем к цветовым моделям, и там вы увидите много знакомых подходов. Продолжение следует...